Ну, судя по тому, что никто не пишет, что что-то плохо происходит, то будем с вами двигаться по информации. Я вижу, что тщательно написали, что у нас есть даже человек, который первый раз присутствует на подобном мероприятии. Речь у нас с вами пойдет о традиционном вебинаре по партнерской программе, единственное, с 16 марта 2017 года у нас в маркетинг-план внесены изменения. Это произошло в час дня, в 12.53, где-то так, на бой залили данный маркетинг-план, соответственно, в нем произошли целый ряд изменений, но с точки зрения партнера они, наверное, больше положительные, потому что более легкие условия достижения максимальной квалификации и добавлены еще вознаграждения для тех людей, которые, скажем так, быстро шагают по маркетинг-плану и дошли до самой вершины. Изменения по партнерской программе будут касаться на сегодняшний день, по сути дела, пятой-шестой ступеньки квалификационной лестницы, да, у нас их всего шесть. По сути дела, на этом мы подробнее остановимся, и то, что было написано в описании вебинара, что мы поговорим немножко о том, чего не надо делать, это, наверное, будет после того, как мы пробежимся, скажем так, по всей партнерской программе. Если согласны со мной, просто поставьте плюсики в чате. Рад приветствовать тех, кто практически постоянно присутствует на вебинаре, это большая партнерская структура из Республики Молдовы, рад приветствовать Татьяну из Самары, у нас снова появились коллеги и партнеры из Братска, которые раньше периодически появились на нашем вебинаре. То есть география у нас сегодня достаточно широкая, скажем так, от Кишинева до Братска, по крайней мере, вот такое количество часовых поясов, которые у нас сегодня есть здесь на вебинаре. Видите, и Лейла Хусенова, она из Ингушетии, тоже рада вас приветствовать, вы, по-моему, впервые. Есть Петропавлов из Казахстана, есть Петропавлов из Камчатска, есть Петропавлов из Казахстана. То есть это именно из Казахстана. Хорошо, коллеги, давайте пробежимся с вами по квалификациям партнерской программы. Одно хочу добавить, что, в принципе, партнерская программа сегодня является инструментом для получения дохода абсолютно любого человека, который подпишет партнерское соглашение внутри личного кабинета партнера компании SkyWay Capital. То есть это действительно отличная возможность создать свой собственный бизнес еще до момента выхода группы компании SkyWay со своими инвестиционными предложениями и пакетами долей компании на крупные инвестиционные и финансовые рынки, то есть вы можете сейчас, делая то, что вы делаете каждый день, сделаю акцент на этом, потому что, в принципе, вам не нужно будет осваивать новые специальности, вам не нужно будет становиться инженерами транспорта, вам не нужно будет становиться банковскими работниками, специалистами в сфере инвестиций, большими и так далее. Хотя разобраться в этом, конечно, стоит в процессе. То есть вы, по сути дела, делая простые шаги, которые вы делаете каждый день в своей повседневной жизни, рекомендуете другим то, что понравилось вам, можете создать свой собственный просто бизнес, дополнительный доход, либо крупный бизнес, который будет вам позволять получать, скажем так, не одну тысячу долларов в месяц для того, чтобы значительно улучшить финансовую сторону своей собственной жизни или жизни, скажем так, вас и вашей семьи, ваших окружающих. Важно еще, наверное, при подходе, при построении, скажем так, крупных партнерских структур просто понимать в душе то, что у вас есть информация, которая может повлиять на то, что жизнь людей, окружающих вас, может стать лучше. Не больше, не меньше. То есть не, скажем так, с большими глазами бегать и уговаривать всех стать миллионерами, а просто с душой подойти к этому делу, зная проблемы своего окружения, как правило, задавая простые вопросы, как живешь, что нового, что изменилось за последние полгода, внимательно слушать, что в жизни людей происходит. И, по сути дела, после того, как люди вам расскажут, в большинстве людей, те, с кем вы общаетесь, это может быть 20 человек в вашем окружении, тесное общение, может быть 100, может быть 500. У нас разный круг, но, как правило, взрослый человек к своим 18 годам как минимум 300, 500, 700 человек знает. То есть с кем-то общался, с кем-то чаще, с кем-то реже. Есть категория родные, близкие, друзей, знакомых, партнеров по бизнесу, коллег по работе, которые периодически перетирают в разных местах и рассказывают, как и что у них в жизни происходит. Соответственно, просто быть человеком, быть, скажем так, хорошим собеседником, который является внимательным слушателем. Потому что любой человек о вас скажет, что вы хороший собеседник, не тогда, когда вы много говорили, а тогда, когда вы выслушали его. Итак, коллеги, 6 квалификаций, 6 карьерных уровней. Первый из них партнер, далее идет консультант, лидер, мастер, эксперт и топ-эксперт. Мы, кстати, наконец-то, скажем, получили уже уточненные варианты на всех языках данного маркетинг-плана. Он переведен, там были небольшие шероховатости, переводчики и датеры. И вот буквально завтра выложим в разделе партнерской программы на сайте компании Skyway Capital. Данную презентацию в слайдах на 12 языках, она у нас будет, включая русский. И описание маркетинга, которое тоже можно в дальнейшем будет почитать. Там, где текстом немножко больше написано и рассказано так кратко о каждой квалификации. Итак, коллеги, чтобы стать партнером, вам достаточно даже зарегистрироваться и просто подписать партнерское соглашение. При этом вы можете даже не становиться обладателем такого-либо пакета долей компании. Почему я об этом говорю? Потому что, в принципе, бывают ситуации, когда у человека, вы знаете, нет денег совсем. То есть он может зарегистрироваться, он может загореться, он может захотеть стать инвестором, он может захотеть помочь Юницкому, он может захотеть, скажем так, создать свой собственный бизнес. У него может быть много причин, почему он загорелся, но денег для инвестиций сначала нет. Но даже в этом случае человеку на бонусный счет, если он начинает включаться в информационную деятельность, начинает вместе со своим наставником, используя наши материалы, которые есть внутри личного кабинета, используя инструменты в виде вебинаров и живых презентаций, которые могут проходить в его городе, начать построение своей партнерской структуры и создание своего партнерского бизнеса. Если вы подписали партнерское соглашение, у вас есть возможность получать вознаграждение на бонусный счет с четырех уровней глубины вашей структуры. Первое поколение вам будет приносить 15% от товарооборота, который может быть создан посредством вашей деятельности. То есть вы рассказываете информацию, люди регистрируются по вашим реферальным ссылкам, ссылкам инвестируют в наш проект. И вот от суммы этих инвестиций 15% из первого поколения компания вам выплачивает. Со второго поколения 4%, если это придут люди ваших людей. Соответственно, люди людей ваших людей с третьего поколения, и так с четвертого 2%, 1%. То есть в этом случае деньги вам начисляются на бонусный счет. Сразу хочу сделать акцент, что воспользоваться этими деньгами вы сможете тогда, когда приобретете хотя бы минимальный пакет стоимостью 15 долларов, либо выше. Все зависит от того, как вы захотите это сделать. Со своего бонусного счета, если вы не делали покупки пакетов с основного счета, либо с каких-либо платежных систем. То есть если вы зашли, и у вас не было денег начать, точнее стать инвестором, вы можете начать создавать свою партнерскую структуру, и таким образом заработать деньги на бонусный счет, купить себе пакет, и дальше уже зарабатывать деньги, выводить из бонусного счета. То есть квалификация партнера, она простая, ничего от вас, кстати, не требующая в плане денежных вложений и так далее. Это можно относить в плюс, это можно относить в минус, потому что так устроен MLM бизнес, что зачастую люди повторяют действия тех, кто их приглашает. И иногда в целом ряде сетевых компаний, а видео строятся пустые структуры, когда человек заключил контракт, так это называется в большинстве компаний, начинает рассказывать людям, подписывать людей, они его спрашивают, ты что-нибудь себе купил, он сказал, нет, я вот сейчас заработаю, обязательно куплю, и они им отвечают, ты знаешь, мы сделаем то же самое. И появляется такая большая-большая команда, скажем так, людей, ничего не купивших, не сделавших никаких инвестиций, но как бы кто-то сильно горит зарабатывать, а кто-то просто это сделал для того, чтобы попробовать. Вот зачастую те люди, которые просто попробуют, у них, как правило, бизнес не строится. Те, которые, скажем так, даже без денег нагорят, у них все начинает получаться. Далее, консультант. Здесь, на этой ступеньке, это вторая ступенька карьеры, уже, скажем так, появляются первые обязательные условия, но они достаточно просты, потому что в большинстве компаний MLM бизнеса, более чем 90% наверное компаний, требований для того, чтобы подняться там хотя бы на первую ступеньку карьеры, они гораздо более жесткие. Здесь, в принципе, если вы сами лично стали владельцем пакета долей компании, на сумму от 100 долларов и выше, да, и в вашем первом поколении есть два таких же партнера, которые повторили вас, вы становитесь консультантом. То есть, при этом суммарный товарооборот вашей личной закупки первого поколения, это третий, скажем, показатель, который в дальнейшем применяется, скажем так, к росту вашей квалификации, это одно из обязательных условий, да, должно быть 300 либо более долларов. Но, в принципе, классический вариант, вы 100 и 2 человека по 100, это уже 300. В этом случае у вас первое поколение остается таким же 15%, со второго вам начинают уже начислять не 4, а 5%, с третьего не 2, а 3, с четвертого не 1, а 2, и добавляется 1% с пятого уровня. То есть, открывается еще один уровень глубины. Вознаграждение вам по-прежнему выплачивают только на бонусный счет. Хотя, возможно, кто-то из вас, если вы даже первый раз на партнерской программе, заглядывал в свой личный кабинет и видел, что у нас еще и секционные счета, премиальные счета, да, об этом мы с вами немножко позже поговорим. Третья квалификация, третья ступенька карьеры, тоже, в принципе, достаточно простая в плане, скажем так, ее достижения, потому что сумма вашей личной инвестиции должна быть не менее 200 долларов США. Это тот пакет, который вы для себя взяли. Я знаю, что огромное количество людей, заходящих в наш бизнес-проект, по сути дела, застолбили себе, скажем так, как минимум четвертую квалификацию, то есть там, где уровень собственной инвестиции 1000 долларов и более. Есть те, кто покупает пакеты за 1000, за 2000, за 5000 долларов и так далее. Так вот, если вы купили на 200, в вашем первом поколении есть минимум 3 человека, которые тоже сделали личный товарооборот 200, для себя выбрали пакеты, да, и суммарный товарооборот вашей личной инвестиции и всего первого поколения, потому что помимо трех партнеров по 200, у вас может быть кто-то там и на 500, да, кто-то может быть на 50, кто-то может быть на 30, кто-то может быть на 15 и так далее. Главное, чтобы сумма эта равнялась или была более 2000 долларов США. Когда это происходит, вы становитесь лидером, и в этом случае у вас уже со второго поколения идет не 5%, а 7, с третьего не 3%, а 5, с четвертого 3%, с пятого 2% и с шестого уровня, то есть появляется еще шестой уровень глубины, начисляется еще 1%. То есть вот это вот классическая, скажем так, раскладка человека, который начинает создавать свою крупную структуру, да, потому что еще одно преимущество, которое появляется у лидера, это 15% от суммы начисляемых денег на бонусный счет, вам начинают начислять на акционе. То есть заработали вы 100 долларов, положенные по этим процентам, которые вы сейчас видите на бонусный счет, 15 долларов от этой суммы будет начислено на акцион. Акционный счет, мы называли его подарочным счетом, это те деньги, которые вы можете потратить только на приобретение пакетов долей компании. То есть по сути дела компания даже вам их дает, да, вы помогли нам привлечь какую-то сумму инвестиций, вы дошли до квалификации лидер, пожалуйста, будьте добры 15% от суммы бонусных денег получать и на акционный, и докупать и в дальнейшем, скажем так, пакеты долей компании из стандартного прайс-листа. А стандартный прайс-лист у нас это пакеты за 15, 30, 60, 130, 200 и так далее, до 150 тысяч долларов в США. Вы можете на акционный счет накапливать суммы там до 550, до 1000 долларов, до 2000 долларов и на акционные деньги покупать себе крупные пакеты долей компании. При этом не затрачивая живых денег, как это называется, да, а живые деньги у нас это основной счет, бонусный счет, либо оплата с бонусной карты. Ой, не с бонусной, имеется в виду, а с любой, скажем так, платежной системы, да, как у нас делают достаточно большое количество людей. Четвертая квалификация мастера. Принцип тот же. То есть здесь уже, скажем так, воспитая там несколько человек, которые достигли той же квалификации, что и ты, вот, и по сути дела они тебя вытолкнут вверх. Да, это принцип альпинизма, альпинистов, которые идут в горы. Одного вытолкнули, он помог троим там, четверым подняться, дальше снова вверх подняли, снова он там. Вот таким образом развивается партнерская структура, в принципе, ну, практически любой компании малым бизнес. Итак, чтобы стать мастером, необходимость, чтобы сумма личных инвестиций была не меньше тысячи долларов, и в первом поколении должно быть не меньше трех лидеров. Вот тех людей, которые достигли предыдущей квалификации, о которой мы с вами говорили минуту назад. Суммарный товарооборот первого поколения и в вашей личной закупке должен быть не менее пяти тысяч долларов в США. То есть ваше тысяча, и в первом поколении еще минимум четыре тысячи. Тогда вы станете мастером, тогда у вас увеличится процент на четвертом уровне, потому что на лидере это было 3%, здесь становится 4%, и на пятом уровне становится 3% вместо двух. Плюс ко всему у вас добавляется еще три уровня глубины, по 0,5% от суммы привлекаемых инвестиций на седьмом, на восьмом и на девятом уровне. Это лидер. Теперь мы с вами пришли к квалификации, на которые произошли изменения 16 числа 2017 года. Называется она эксперт. Чтобы стать экспертом, на сегодняшний день достаточно воспитать в своей структуре трех лидеров квалификации мастер. Два мастера обязательно должны находиться в вашем первом поколении, третий мастер может находиться в любой другой ветке, не входящей в ветке первых двух мастеров, и на любой глубине. То есть это может быть вторая, третья, пятая, до глубины, которую вы достаете. А здесь у вас получается уже 20 уровней на эксперте. И что важно еще отметить, если вы стали экспертом, то любая инвестиция, привлекаемая вами в первом поколении, это начисляется вам не 15 уже, а 16%. Плюс ко всему у вас по 0,5% есть седьмого по девятый, а вот с десятого по двадцатый, с шестнадцатого числа у нас начисляется не 0,2% от товара оборота, а 0,3%. То есть на каждом уровне с десятого по двадцатый уровень добавлено по 0,1% создаваемого товара оборота. Ну, как правило, показывают большие сетевые структуры, это большое количество людей в глубине, соответственно, в принципе, это значительное увеличение вашего дохода, потому что и первое поколение увеличивается. Если вы активные лидеры продолжаете приглашать людей первого поколения, а у нас есть еще дополнительный бонус, который положительно сказывается для таких людей. Ну и плюс ко всему те изменения, которые я вам сказал. 0,3% с десятого по двадцатый уровень. И высшая ступенька карьеры, которая есть в нашем маркетинг-плане, называется топ-эксперт. Чтобы стать топ-экспертом, необходимо воспитать трех экспертов в своей структуре. И если раньше обязательно было условие, чтобы все эти три эксперта находились в вашем первом поколении, то сейчас это условие смягчено. Достаточно иметь двух экспертов в первом поколении, и один из экспертов может находиться в любом другом поколении. И важно, что в другой ветке по отношению к двум предыдущим, которые я сказал, которые находятся в первом поколении. Это вам дает увеличение дохода с первого поколения еще на 1% в квалификации топ-эксперта. В ваш, кстати, товарооборот личный должен быть не менее 10 тысяч долларов США. И суммарный первого поколения и ваш не менее 30 тысяч долларов США. Когда эти условия выполняются, у вас получается раскладка до 24 уровня глубины, потому что добавляется 0,1% с 21 по 24 уровень. Так же, как и эксперты с 16 числа, с 10 по 20 вознаграждение те же самые 0,3%. И что еще важно отметить, то что тот, кто достиг квалификации топ-эксперт, начинает получать еще дополнительный, так называемый топ-бонус. Возможно, кто-то из вас сталкивался с крупными MLM-компаниями, в которых говорится, что если вы достигли высшей квалификации, вы начинаете получать определенный процент с мирового товарооборота. Вот этот топ-бонус примерно можно рассматривать в том же разрезе. Например, компания работает в течение календарного месяца, создает определенный приток инвестиций, я не знаю, миллион, два миллиона, три миллиона, и от этой суммы берется 1% от всех инвестиций, которые пришли в компанию. И этот 1% разбивается между теми топ-экспертами, которые есть на сегодняшний день. Их может быть 5, например. И еще между успешными региональными лидерами. У нас есть отдельная программа, которая предусмотрена для людей, заявляющих о том, что они готовы быть региональными лидерами, брать на себя дополнительную ответственность, создавать товарооборот в тех местах, где они проживают. Это может быть область, это может быть город, это может быть страна целая. И у них есть задача создать определенный товарооборот. То есть это не относится к данному маркетингу, но просто, чтобы вы знали. Так вот, топ-бонус разбивается между количеством людей, достигших квалификации топ-эксперт, и тем количеством лидеров региональных, которые выполнили условия, поставленные перед ними компанией. Будет их 10 человек, соответственно, этот процент разобьется на 10 человек. Будет их 20, соответственно, этот бонус разобьется на 20 человек. Но что следует еще отметить, если вы являетесь топ-экспертом и одновременно являетесь региональным лидером, то вы получаете эту премию только один раз. То есть эта сумма, скажем так, не выдается в равном количестве, например, по 2 тысячи долларов, на топ-эксперта и на регионального лидера. Вы получите либо как за топ-эксперта, либо как за регионального лидера. Но в привязке к маркетингу только как за топ-эксперта. Вот это те изменения, которые буквально начали действовать в нашей компании с 16 марта 2017 года. И в данной табличке, те из вас, кто я видел раньше, появилась только одна строчка, называемый топ-бонус напротив топ-эксперта. То есть в принципе в этой таблице переведены все проценты, которые вы можете зарабатывать по нашему маркетинг-плану. Важно еще понимать одно, то, что мы в конце говорим о преимуществах маркетинга. Подымаясь по карьерной лестнице, вы никогда уже не сползаете вниз. То есть если уж вы дошли до топ-эксперта, то вы им будете всегда. То есть вы никогда не упадете ниже, чем эта квалификация. Вас никто не заставит это утверждать. Для тех людей, кто у нас активно развивает бизнес в первом поколении, а я говорил про это, то есть у нас будет дополнительный бонус. То есть в марте прошлого года был введен вот этот бонус, который вы видите сейчас на экране. То есть планировалось там, не знаю, как опытный он был в течение месяца. Возможно, его даже планировали брать, но потом его сделали просто частью маркетинг-клана. И если вы являетесь активным партнером, постоянно расширяете, скажем так, количество партнеров в первом поколении, то этот бонус для вас сулит получение дополнительных от одного до трех процентов. С товарооборота первого поколения. Он привязан к календарному месяцу. Если в течение одного календарного месяца, например, у вас сделаны четыре проплаты, то за каждую вы из них получаете до уровня мастера 15%. Как только делается пятая проплата, вам сразу начисляется за пятую проплату 16%. И еще один процент дополнительный за предыдущий товарооборот, который создали четыре проплаты. То есть картина получается такая, что 16% за каждый купленный пакет. Дальше, если месяц не закончился, а инвестиции в первом поколении у вас продолжаются, то за шестой, восьмой, девятый начисляется 16%, за десятый уже 17%. И за предыдущие девять пакетов сверху дополнительно 1%. 11%, 14%, 17%, 19% – 17%. Но как только покупается 20-й пакет, и все это в рамках одного календарного месяца, за него начисляется за 20-й пакет 18% и 1% сверху за весь товарооборот, который, скажем так, входил в 19 предыдущих купленных пакетов. То есть получается картина, что за все пакеты, купленные в пределах 20, вам компания заплатит по 18% с первого поколения. 21-й, 22-й, 30-й, 40-й, 50-й пакеты в первом поколении – это 18%. Вы видите, в скобочках здесь есть еще цифры 16-17, 17-18, 18-19 и 19-20. Это в привязке к квалификациях эксперт-топ-эксперт. Потому что в первом поколении эксперт у нас получает 16%, топ-эксперт – 17%. Соответственно, топ-эксперт имеет возможность получать, как у нас написано в преимуществах маркетинг-плана, до 20% от суммы привлекаемых инвестиций в первом поколении. Условия на данном бонусе достаточно просты. Первый – это календарный месяц. Важно себе зарубить на носу, что несколько пакетов в течение месяца может купить и один человек – активный партнер в вашем первом поколении. И все они будут учтены в этом бонусе. Для получения данного бонуса учитываются все пакеты, которые ваше первое поколение покупает в рассрочку. То есть, если у вас в месяц более 20 человек выплачивает рассрочку, соответственно, вы за все эти купленные пакеты будете получать, как минимум 18% до квалификации мастер и 19% или 20% если вы эксперт или топ-эксперт. Пакеты, которые входят в зачет к календарного месяца, они могут быть куплены как теме, кто зарегистрирован давно, так и теме, которых вы привлекли совсем недавно. Ну и вознаграждение, касаемое того, что идет на бонусный счет, что идет на акционный счет, оно идет к привязке к квалификациям, о которых мы с вами говорили. То есть, начиная с лидера, 15% от этого дополнительного бонуса будет вам начисляться еще и на акционный счет. 30% у мастера, 40% у эксперта и 50% у топ-эксперта. Это вот такое есть еще приятное дополнение к маркетингу плану. На данном слайде рассмотрим пример, когда если в вашем первом поколении покупается 22 пакета стоимостью 50 долларов, то есть вам за это будет начислено 198 долларов. А товарооборот, который вы создадите, 22 пакета по 50, это 1100 долларов США, а вам начислятся 198 долларов. Как бы разбирать каждую строчку отдельно я сейчас не буду, но каждый из вас легко может это все себе прописать и рассчитать. С условиями мы с вами уже поговорили. То есть, основные отличительные особенности маркетинг-плана нашей компании, первое, то, что накопительнее с самого первого дня вашей регистрации. То есть, все, что вы будете делать, подписав партнерское соглашение, и ваш товарооборот, товарооборот первого поколения, они все время накапливаются, никогда не обнуляются. Таких компаний, ну, они есть, но их не так много. Квалификационным считается первый уровень. То есть, с одной стороны это плюс, с другой стороны это, наверное, минус. Потому что существует огромное количество маркетинг-плана, в которых есть компрессия. То есть, у вас есть лидер, который отстает на вас на одну на две квалификации, во втором поколении в этой ноге, в пятом поколении и так далее, и вам это считается квалификацией. У нас нет, у нас только первого поколения, что, в принципе, накладывает, наверное, большую ответственность на вас, как на спонсора, как на наставника, в плане, чтобы больше обращали внимание на качество тех людей, которых вы приглашаете, чтобы вы делали этот бизнес искренне, чтобы вы строили его для того, чтобы развиваться самому и помогать развиваться тем, кто приходит следом за вам. Потому что, если вы там, ну, как бы ни шатка, ни валка, строите этот бизнес, и вам как бы так особо не важно, в какой квалификации находятся люди в вашем первом поколении, но заработаете вы немного и хорошо. То есть у вас могут возникать люди в квалификациях больше, чем и во втором, в третьем, в пятом поколении. Это никак не скажется на рост вашей квалификации, увеличение вашего дохода. Поэтому у нас привязка идет к первому поколению. Вывод средств бонусного счета вы сможете осуществить только тогда, когда на нем будет 30-ти более долларов США. Ну, условия роста квалификации, я думаю, по рассказу, по слайдам, вы поняли, да, объем ваших инвестиций личных и объем инвестиций первого поколения. И отдельно взятые еще лидеры, но тоже в первом поколении. Вас никто никогда не может обогнать, и вы не можете здесь потерять структуру. Это тоже очень важный плюс, потому что в огромном количестве маркетинг-планов, если у вас только догнал по квалификации, то вы либо вообще прекращаете получать деньги, да, с той структурой, которая устроится под этим лидером, а если он вас еще обогнал, вы можете еще эту структуру потерять. Иногда ее сразу забирают, передают вышестоящему лидеру. У нас такого не происходит. У вас есть положенный процент привязки к количеству уровней, до которых вы добираете, но получился у вас в третьем поколении там мастер, а вы еще лидер. Вы все равно получите положенный, скажем так, с четырех уровней глубины его структуры, положенный процент вам, который идет на уменьшение, но тем не менее вы эти деньги получаете. То есть у вас нет такого понятия, как обгон и потери структуры. Проценты, которые вы видели на наших слайдах, вы их будете получать. Минимальная сумма инвестиций для того, чтобы, скажем так, зарабатывать именно деньги, 15 долларов в США. Как я вам говорил, что если вы стали партнером, если вы начинаете, скажем так, зарабатывать путем накопления денег на бонусном счете, не покупая пакетов, то прежде чем вы ввести деньги, вам будет необходимо купить пакет с бонусного счета. Хотя бы минимальный. Тогда вы сможете деньги выводить. Как я говорил уже, никто вас не будет заставлять подтверждать квалификацию, снова повторять какие-то личные товарообороты, либо товарообороты структуры. Это тоже большой плюс нашего маркетинг-плана. Единожды выполнив эти квалификации, вы их получаете навсегда. У вас только односторонний рост в одну сторону. Кто-то может ползти по этим ступенькам, кто-то идти медленно, кто-то бежать, а кто-то ехать на эскалаторе. Это, как правило, успешные лидеры, которые строят большие структуры. Высокий процент выплат с первого поколения, мы с вами уже говорили, до 20% может получать у нас тот эксперт. Ну и достаточно высокая глубина. До 24 уровня вы можете получать от 0,1% до 7% во втором поколении вашей структуры. Никто не может ограничить по количеству людей, которых вы можете пригласить за собой. Я знаю, что сейчас совершенствуются матричные планы, бинарные планы и так далее. Но если в жестком классическом варианте их рассматривать, то, как правило, в них два партнера в первом поколении и дальше хоть застрелись. Здесь, пожалуйста, вы можете приглашать двоих, пятерых, десятерых, двухсот, лишь бы вам хватило времени, сил, энергии, на то, чтобы научить этих людей зарабатывать. И самый классический мирный вариант – это воспитать трех-пятерых лидеров, которые смогут делать то, что делаете вы, а потом брать уже следующего человека. Либо двух, да? И снова обучить их простым шагам. И таким образом поступательно будет строиться ваша структура их шириной в глубину, что, в принципе, отрадно. Ну и бонусное вознаграждение у нас начисляется в денежном эквиваленте на бонусный счет и, начиная с третьей ступинки карьеры, на акционный счет. Все деньги, которые вы можете, как подарок используют приобретение пакетов долей компании, увеличение в свой портфель инвестиций. Еще есть два важных преимущества данного маркетинг-плана. То есть, если вы достигли следующего уровня квалификации по нашему маркетинг-плану, то вам его тут же приславят. Вам не нужно ждать недели, вам не нужно ждать окончания месяца, подсчета товарооборота и так далее. Ну и у нас есть процедура верификации на сегодняшний день. Но фактически наш маркетинг-план можно отнести к маркетинг-плану мгновенных выплат. Потому что, как правило, если люди оплачивают пакеты, то вам начисление происходит не то чтобы мгновенно в ту же секунду, а не менее, буквально в течение нескольких минут. Вот таким вот образом. Это то, что можно сказать касаемо маркетинг-плана. Кстати, если есть вопросы, вы можете их сейчас писать. Сейчас немножко буквально, как это называют, лирическое отступление. То есть, чего не нужно делать при построении, скажем так, партнерской программы и так далее. Первое. Не нужно ничего выдумывать самому и кривить душой. Не нужно врать. Не нужно излишне завлекать людей и, скажем так, рассказывать им какие-то сказки, которых нет на самом деле. Они это дело потом узнают. Вам потом станет стыдно. Ну, а итог этого дела. Люди просто могут отвернуться и ничего не делают. Никогда ложь, никогда, скажем так, обман, даже во благо. Но не приводили к какому-то успеху, не приводили к хорошему результату. Потому что вот MLM бизнес, чем он отличается, скажем так, от любого и другого способа зарабатывания денег, если вы здесь подвели людей, если вы здесь где-то обманули, не были честны душой, они это раз увидели, и потом, ну, я считаю, что в принципе полного доверия восстановить практически невозможно. Этот бизнес строится на доверии на нормальных человеческих отношениях. Соответственно, та информация, которую вы можете располагать, то, о чем вы можете рассказывать, там, и дополнительные какие-то истории и так далее, это то, что вы можете взять с официального раздела новостей на нашем сайте, вот, из видеоновостей и так далее. Но только от компаний. Потому что я знаю, что слухов вокруг нас огромное количество. Люди придумывают самые невероятные истории. И так далее, и так далее. Вот этого делать не нужно. Второй важный момент. К этому можно относиться, скажем так, с улыбкой, к этому можно относиться несерьезно, но есть важный момент. То есть люди поначалу, некоторые начинают стремиться за квалификации, за звездами, за погонами на звездах. И делают такие шаги, которые, в принципе, я, например, не приветствую, хотя хотелось бы, конечно, чтобы в компанию приходили больше инвестиций, денежные средства и так далее. Но начинают подписывать родственников, подписывать знакомых. Некоторые даже не говорят им, что они их зарегистрировали. И еще, вдобавок ко всему, за них платят деньги. Это вам дает, ну, наверное, какое-то удовлетворение. Вы можете там назваться потом консультантом, лидером. Вы можете даже себе купить квалификацию мастер за свои деньги. Но тысячу раз подумайте, надо ли вам о том. Потому что вы станете, скажем так, командиром роты без роты. То есть у вас будут погоны, возможно, даже у вас будут какие-то инструменты, либо орудия для того, чтобы строить свой крупный бизнес, но у вас не будет команды. Поэтому пусть люди приходят, естественным путем, и даже кто-то начинает по крохам собирать, кто-то сразу будет инвестировать и так далее. Но никогда не делайте за людей то, чего бы они могли сделать сами. Не подписывайте родственников. В большинстве в своем не оцените. Потому что вы можете столкнуться с ситуацией, что это вам еще, скажем так, будет как гири на ногах, когда вы захотите бежать в стометровку. Как показывает практика, так это и случается. То есть, в принципе, фиктивные структуры, скажем так, квалификации, которые у вас будут, но у вас не будет команды, они вас в бизнесе не согреют. Некоторые думают, что я сейчас подпишу родственников, я их обрадую, они там все возьмутся дружным хороводом, и мы побежим вверх по этой карьерной лестнице. Но, как правило, в 95-99 случаях и 100 это оказывается пустая трата времени, денег, энергии и так далее. И даже седых волос иногда добавляют. Вот таким вот образом. Еще очень важный момент, на который я хотел бы обратить ваше внимание, то, чего делать не нужно. Я сторонник того, что если вы зарегистрировались в компанию, это делают один раз. Когда вы принимали решение стать партнером, вы пришли по чьей-то реферальной ссылке, и вы поговорить с тем человеком, неважно в интернете либо где-то, вы зарегистрировались и с твердым намерением, не знаю, стать инвестором, а может зарабатывать деньги. Не надо регистрироваться несколько раз. Если вдруг что-то потом не складывается с наставником, всякое может быть, потому что у вас наставники могут быть, скажем так, такой жопот, как у вас, если вы несете век. Но тем не менее, вы вместе можете научиться строить бизнес. Не нужно перепрыгивать со структуры в структуру, не нужно искать плохое в том человеке, который вас сюда пригласил. Не нужно обижаться на своих партнеров, которых вы подписали, они не работают, и так далее, и так далее. И пытаться, скажем, увести партнеров в структуру других людей активных. По идее, по правилам нашей компании это запрещено. Ну и смотрите на, знаете что, все, что мы делаем, возвращается к нам. Да, вы знаете. Поэтому, если вы, допустите, дадите слабину, и не дай бог, перерегистрируете кого-то, кто-то уже зарегистрирован в другой структуре и так далее, даст ли это вам пользу, я вот очень сильно сомневаюсь. Первое, потому что зачастую такие люди, которые, скажем так, виноват во всем спонсора, который ничего не делает, они сами редко прилагают какие-то усилия к тому, чтобы стать успешными. То есть, виноват у них всегда кто-то внешний. И через какое-то время вы можете стать таким же плохим спонсором, как был предыдущий. Второе, вы создаете прецедент. Если кому-то не понравилась та структура, и он переподписался к вам, то вот этими действиями они будут видны. Люди об этом узнают. Вы создаете прецедент, что в вашей структуре кто-то может захотеть переподписаться под кого-то другого. Вот эти вещи, о которых я сейчас говорю, развалили не одну компанию малым бизнеса. Потому что, как я вам сказал, данный бизнес строится на доверии, данный бизнес строится на человеческих отношениях. Если нас кто-то даже обидел, да, ну где-то можно обидовать и проглотить, но продолжать заниматься построением бизнеса в том месте, где мы подписались. Почему? Потому что это у наставника, который может быть оказался, бывает нерадивый, да, есть наставник свой, который в принципе будет заинтересован вашим успехом. Да, вы как бы уже будете не в первом его поколении, но если люди, приходящие в этот бизнес, строящие большие структуры, с открытой душой, вот я все-таки верю, что в этом бизнесе огромное количество таких людей, то они вам помогут. Попадаются ли люди, которые думают только о деньгах и только там о первом поколении и не работают со вторым, третьим и так далее. Вы знаете, я бы был бы, наверное, лугуном и сказал бы, что таких людей нет. Да, такие люди есть. Но, опять же, если вы совсем уже там подписались под кого-то в интернете, вы там живете в пустыне и так далее, то, как крепкому взрослому человеку, принимающему такое решение, вам в руки даются инструменты в виде вебинаров, в виде, скажем так, всего того, что у нас выложено на видеоканалах и так далее, и так далее, и так далее. Делая простые шаги, это будет сложнее, в этом не менее, вы все равно можете стать успешным человеком по нашему маркетингу. Вот, в принципе, такие основные вещи, на которые стоит обращать внимание. Если вы приняли решение быть партнером, то делайте это, как я вам говорил, с открытым сердцем, искренне. Вот. Не пытайтесь просто зарабатывать, на других, вводя их в заблуждение, имея в голове, скажем, мысли только о том, что вот ты денег дай, я стану там на 15% богаче от этих денег, и так далее, и так далее. Да, людей, Анатолий, хороших людей всегда больше. Это правда. Просто плохих людей не поведни, да, как говорится. Хотя даже плохой человек, он тоже хороший человек, как в фильме Булгакова говорил один мужчина, все люди хорошие, все люди добрые. Некоторым людям никто этого не сказал в жизни, что он хороший, добрый, умный, что он может добиться чего-то. Кстати, вы это можете сделать. Зажечь веру в другом человеке, в самого себя. Но еще один важный момент, на который я сейчас обращу ваше внимание, не знаю, к этому тоже можно относиться по-разному. В МЛ бизнесе существует несколько тысяч сетевых компаний. Я думаю, вы сами знаете это, и так далее. И в принципе, когда новички приходят в наш бизнес, и даже опытные новички, имеющие, скажем так, до этого большие структуры в других бизнесах и в других компаниях, они начинают привлекать партнеров сюда к нам. Можно ли сказать, что у нас идеальный маркетинг-план и так далее? Наверное, нет. Потому что идеальных маркетингов не было. Важно, чтобы вы еще делали очень важную вещь, чтобы вы не становились, как вам сказать, поедателем мечты другого человека. Потому что есть люди, работающие в других МЛМ-компаниях, которые горят той компанией, которые горят тем проектом, которым, скажем так, не то, чтобы вбили голову, ноги реальные, от души это делают, они видят, что они успешны и могут быть там. Не пытайтесь проводить встречу с этими людьми, разбивая, скажем так, мечты их в том месте, говоря, что у нас круче, чем там. То есть не будьте теми, кто разваливает мечту другого человека. И зачастую, кстати, я общался раньше с многими сетевиками, был такой Алексей Луконин, который вот честно однажды признался в этом. То, что когда он работал в компании Vision, потом я работал в компании в Добгане, его структуру называли волками, которые приезжали там куда-то и начинали строить проект. Он говорил, что я потом был поражен тогда, когда я узнал итоги своей деятельности и после этого я перестал это делать. Я пытался на встречах разрывать сетинько, как говорится, разрывать их черепа, вкладывать свои мысли и так далее. И что в итоге получалось? Что процентов 5 из тех, с кем я встречался, приходили в команду ко мне, процентов 10-15 оставались, скажем так, в своих компаниях и там достигали успеха, а процентов 80 уходили из бизнеса навсегда. В итоге шлейф сзади команды этого человека, вы понимаете, оставался какой. То есть этого тоже не делать. Мы давно, мы с самого начала этого не делали и сейчас говорим. Мы преодолели тот рубеж, когда нам нужно кому-то что-то доказывать. Мы преодолели тот рубеж, когда нам нужно с большими глазами кричать, что мы там круче всех и так далее, и так далее. Что нам нужно кого-то упрашивать, что нам нужно, скажем так, втянуть сюда каждого второго, который есть в нашем окружении. Нет. У вас в руках есть инструмент, у вас есть чувство собственного достоинства. Кстати, рассказывать другим не нужно опускать глаза в пол, если вы решили добиться успеха здесь. И стыдливо как-то, скажем так, из-под лоды говорить, да ты знаешь, у меня там есть что-то и так далее. Если вы об этом говорите, говорите об этом твердо и уверенно. Но опять же, как я сказал, не перевирая фактов, не добавляя своих лишних, скажем так, клубничек на торте. Все, что необходимо у нас есть. Если рядом с вами есть наставник, то я могу сказать одно. Используйте его по максимуму. Даже если вы имеете докторские степени в сфере инвестиций, в сфере железнодорожного транспорта, авиационного транспорта либо чего-то еще, если вы самый умный человек на свете, лучшее, что вы можете сделать, это всех людей, которые окружают вас, передать руки своего наставника, который им расскажет о проекте, который им покажет инструменты, с которыми можно работать и так далее. То есть, есть определенный набор шагов простых, эффективных, которым нужно следовать. Неважно, сколько у вас образования было до этого, какой у вас был жизненный опыт, сколько вам лет на сегодня, если вы эти простые шаги будете делать, у вас все сложится. Проект у нас замечательный, проект у нас не похожий ни на что, потому что в мире MLM-программ очень трудно найти что-то подобное, в плане, что у нас есть выплата по маркетингу на наговоре на вознаграждение, у нас есть инвестирование, то есть мы в будущем будем получать очень серьезные деньги в зависимости от того пакета, который мы в итоге приобрели, а там все суммируется. И мы еще имеем возможность крупного технологического бизнеса и технологии получать этот доход. У нас не просто продукт, который имеется, скажем так, имеет хождение, каждый месяц докупается и так далее. Некоторые сетевики говорят, у вас нет остаточного дохода. Вы знаете, он может быть не в том виде, в котором есть в других MLM-компаниях, но у нас же есть люди, которые покупают пакеты не единожды. Получается, что именно как некоторые думают, что финансовая пирамида раз купил и так далее, и так далее. Нет. У нас бывают выгодные акции, у нас бывают выгодные пакеты, и люди себе, просто понимая, что их инвестиции в будущем приумножатся многоразово, просто докупают себе пакеты долей компании, и, соответственно, эта инвестиция у партнеров вашей структуры становится неодноразово, а многоразово. Вот вам и остаточное потребление. У меня все на сегодня, коллеги. Есть ли какие-то вопросы касаемо маркетинг-плана? Спасибо вам, Людмила, спасибо за комплимент. Спасибо, Надежда, спасибо, Эдуард. Есть вопрос, да, я смотрю. Ну, тогда пишите, наверное. Завтра у нас вебинаров в этой комнате не будет, да, то есть мы отменили презентацию по средам, ввиду, скажем так, если сказать мягко, маленького аншлага, да, потому что практически никто не ходит. По средам, по средам все ждут, скажем, другой информации, дай бог она завтра будет доведена. Спасибо вам за ваши благодарности, коллеги. Приятно, конечно, слышать. Вообще, слово спасибо, если честно, так посмотреть на маленький свой жизненный опыт, да, его иногда зачастую приятнее слышать, чем, скажем так, даже денежные вознаграждения. Наверняка в вашей жизни такое бывало. Итак, самое ценное, что, скажем, еще внутри поднимало настроение, это, наверное, скажем, подарок, который кому-то подарил, и у этого человека после этого поднялось настроение. Вот это вот вообще хорошо. Вот я вам желаю, чтобы в вашей жизни таких моментов было очень много. Итак, коллеги, я смотрю, вопросы не задаются, да, рад вас всех видеть, всем отличного вечера, у нас еще, скажем так, несколько дней рабочей недели вперед, всем вам больших партнерских структур, хорошего вознаграждения, радостных, довольных и богатых дистрибьюторов в вашей структуре, либо партнеров, как у нас принято называть. До новых встреч, до новых встреч, субтитры Алексею Дуброва